Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра, и сегодня со мной Димка Фёдоров, ребятушки, и это битва автогонщиков в GTA 5 онлайн! Здарова всем, пацаны! Итак, ребятушки, сегодня мы приехали в центральный район, в бизнес-центр, где мы будем прятать друг от друга по классике, вот в этом районе, по 8 машин. Наша задача будет в течение 10 минут найти все эти тачки, ну и, конечно же, пригнать их быстрее, чем соперник. А если же не получится найти все тачки, то мы должны найти просто больше машин, чем непонятно, соответственно, Димка, чтобы получить свой первый балл за поиски. Потом мы тачки прокачаем и проведем еще ряд испытаний. Что ж, я, в принципе, готов, давай прятать с тобой тачки, посмотрим, что из этого получится. Итак, ребята, сегодня я решил подшутить над Димоном, и поэтому решил за ним подсмотреть. Посмотрим, куда он спрячет тачки, а потом постараемся как можно быстрее их найти, чтобы он не понял, что здесь происходит. Поэтому давайте включим спектейт. Итак, ребята, первая тачка Макларен, ставит он ее в подворотне, я знаю, где это место. Вопрос, куда именно? А, все-таки за дверцем, но я понимаю, где это. Итак, ребята, вторая машина на сегодня от Димки, это какой-то Маканчик, и решил ему поставить по классике на лестнице непосредственно на парковочке. И понимаю, но это довольно-таки легко и предсказуемо, хорошо. Итак, ребята, Димка в центре города ставит машину, не понимаю, куда, куда-то за витрину, что ли, чисто одни текстуры. Так, надеюсь, он сейчас вылетит и будет более все ясно. Ага, понимаю, это какой-то то ли театр, то ли что. Очередная тачка, ребята, от Димки, это BMW, решил ему поставить ее на второй этаж. Я знаю это место, когда-то изначально я туда ставил машины. Итак, ребятушки, еще одна тачка, это какая-то Chevrolet непонятная, переулок, который мне до боли знаком. Беспонтовое место, тут некуда прятать тачке, куда он ее засунет, мне интересно. А, даже вот так вот решил сделать, но мне кажется, ее будет видно со всех сторон. Итак, ребята, хороший внедорожник, Рейд, куда поставит его Димка, что-то непонятно. А, на крышу? Да ладно тебе, это что за жесть такая, интересно, ее будет видно хоть откуда-то или нет. Итак, ребята, очередная тачка, Менсори, какой-то в обвесах Мерседеса, так понимаю, стоит возле козырька напротив заправки, знаю это место. Итак, ребята, еще одна тачка Димки, это хороший непосредственно Audi автомобильчик, и, кстати, напротив уже его тачки стоит в витрине, знаю это место, отличненько. Что ж, ребята, мы посмотрели за Димкой, знаем, где находятся все его тачки, я его машину тоже спрятал в довольно-таки необычных, интересных местах. Если заметили, пока он стоял в своей машине, то напишите плюсик в комментариях, чтобы я понимал, что вы глазастые и тоже понимаете, где стоят машины, потому что некоторые из них были как бы в кадр попали. Ну, в общем-то, давайте начинать, посмотрим на эмоции Димки и что из этого получится. Итак, ребята, окей, давайте начинать. В общем-то, время наше пошло, 10 минут на поиски, район довольно-таки жесткий, и на самом деле будет интересно, найдем мы здесь хоть какую-то машину или нет, потому что это прям Unreal. Это прям Unreal тут еще. Тут что-нибудь в подворотне? Ничего не вижу. Может, в гараже? Ё-мо! Я пока тоже ничего не нашел. Я нашел рейд, это что-то, это новая нычка какая-то такая прикольная? Короче, там типа пол был с этими, с дырками, и сверху увидел рейд кусок. Жесть. Вот это хорошо, это хорошо. Я потому что ехал вдоль, смотрел в эту сторону, и там не было видно машины, то есть она стоит там так хорошечно, так спрятана. Прям коландайк. Я, конечно, на самом деле тебе сегодня оставил, ну, очень-таки неплохие автомобили, и в неплохих так-то нычках. Серьезно? Найдешь ли ты все. Ну, не знаю, давайте по классике посмотрим, типа, ну, здесь ничего нет, окей. А, опа, нашел. Ну, это вообще ези. Ее прям с земли было видно. Шевроле стояло просто на крыше открытой. Прям вообще максимально открытой. Че, ты даже не парился. Спрятал. У меня машины стоят интересно, специально для тебя, и, в общем-то, ребятам тоже понравились нычки, поэтому посмотрим, понравятся ли тебе они. Да и вообще, если ты что-нибудь найдешь. Это самое важное. Так, ладно, продолжаем, ребята. Не прятал, что ли, ничего? Не, прятал, ты что? Так было бы неинтересно. Так было бы неинтересно, а че у нас по стеклам, по витринам, может, здесь что-нибудь, а вон там? Стояло что-нибудь, признавайся. А, нет. Я не понимаю, где твои. А ты говоришь нет, а Макларен говорит, да, я нашел еще одну машину. Это максимально хорошо. Ну, это пока что, ребята, классические нычки, не считая первые, которые я случайно заметил. Это прям неплохо ты придумал, хорошо. Ой, господи, оно не едет, оно шлифует. Отвратительный Макларен. У меня тачки стоят, ну, на очевидных местах, как бы, ничего сложного. Про большинство нычек ты знаешь. Ой, как хорошо припарковал. Ничего найти не можешь, да? Это хорошо. Это хорошо, это значит, что работают, ребята, нычки. Работают наши нычки. А нычки, нычки, нычки. Я, на кончение, будто ты ничего не продал, потому что я уже много чего проехал, и я не вижу ничего. Стоят. Я даже своим ребятам уже несколько раз показал тачки. Все окей. Все окей, все хорошо, все работает. Что-нибудь здесь? Где-то здесь. Опа, че? Это че? Это какой-то конь на вертеле вверх ногами. Это что за место такое? Что оно обозначает, как ты думаешь? Не знаю, отстанет. Немного занят. Вообще не знаешь, да? Вообще не знаешь? Вот прям вообще. Понимаю. Понимаю. О, да ладно, еще одну нашел, пока ехал прямо напротив коня. Да в смысле? Ты че такой быстрый, а? Да прямо напротив коня стояла тачка Ауди, за витриной классика вообще. Классическая майная нычка. А, слушай, ну хорошо, но тачки стоят. Я проверяю, все свое на месте. Почему ты их до сих пор не нашел? Че нашел? А, Салин. А, Салин это че? Салин, Салин. Ну, обычный Салин. Вопрос, где ты его нашел? Он был кверху тормашками и днищем на улице. А, да-да-да, за оградой была одна такая машина, чисто на фуфло, но ты заметил. Глазастый. Повезло тебе, считай. Прям тачка-то хорошо так стояла, на самом деле. Так, ну, я очень много своих машин наблюдаю. Но, не понимаю, почему ты их не находишь. Прям максимально. Так, это че у нас? О, да ладно! Ты опять тачку нашел? Это та самая? Ну, это та, которая за витрины была, я ее забираю. У-у-у! Хорош! Неплохо! Так, а ты нашел все, понял, че ты нашел. Ну, че-то ты прям слабовато идешь. Давай, у нас прошло уже 4 минуты, у тебя только первая тачка. Ты че, дядь? Соберись. Ну, я не знаю, где. Еду, еду, ничего не вижу. Ну, понимаю. Понимаю, понимаю, понимаю. Так, ну, здесь ничего вроде нет в подворотнях. Максимально пока не понимаю. Здесь, в этой стороне, может, что-нибудь. Блин, ну, тоже ничего нету. Ну, прям такое. Прям максимально такое. Так, ну, видать, у меня нычки сегодня хорошие. Нычки работают, потому что, как бы, ты не особо на них, я смотрю, внимание-то обращаешь. Это радостно. Мне кажется, у тебя нычки плохие. Мне не нравится. Не знаю. Не знаю, не знаю, что ты там делаешь, где ты там смотришь. У меня вроде все под контролем, потому что я все вижу, все стоит. Все нормально, все окей. Все хорошо. Так, смакуха, меня не сбивать. Самое интересное, что я ребятам уже большинство машин показал. То есть все окей, все норм. Никаких фуфляндивов. Ничего такого. Ничего запрещенного. Ты че так? Напрягся-то жестко. Нет, а где тачку? Тут проезжал и такой интонацию такую сделал интересный. Ты? Ты, 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 ты сделал интонацию, когда проезжал. Maybe? Все может быть. Да. Все может быть. Но у меня есть интересные нычки. Есть новенькие нычки, есть жесткие нычки. Специально для тебя, Special for you, именно все, как ты любишь. Не, ну если ты говоришь, что ты их ставил, и ты не врешь, в чем я сомневаюсь конкретно, то ладно. Ты серьезно не вру? Прям все четко. 5.50 у меня уже какая? То ли пятая? Здрасте. Бэху нашел на крыше, ну вообще максимально изи. Ты не продумал, наверное, то, что я буду везти отсюда машину? Хорошо. А это радостная еще одна машинка. Прям максимально, максимально. Ай, почему ты еще не нашел ни одной тачки? Мне вот это вот прям интересненько. Ну как, одну нашел? А у меня уже раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, я, ребята, показал, все на месте. Шесть, и получается седьмая была вон там вот, да? Ну я понимаю, что это за место. Ну ты будешь максимально орать, я тебе отвечаю со всех нычек. И если ты тачки-то не найдешь, будешь на мопедах кататься. А что ты там с тобой делать? В небе нет ничего? В небе нет. Вот, ну не считая твоего вот этого. БМВшки. БМВшка, ВВшка, ВВшка, БМВшка. Ну ты катаешься там. Я все проехал, я не знаю, где твои тачки задолбал. Да есть тачки. Что ты приготовил, рассказывай. Есть тачки, я тебе отвечаю. Я уже ребятам все показал практически. Я отвечаю, я уже как минимум пять. Пять точно показал, одну ты нашел. Шесть я показал. Да, то есть я уже шесть машин показал ребятам. Чтоб ты понимал, все стоит, все окей. Да нету, я не вижу их. Да я тебе отвечаю, стоит. Прям на серии можешь потом посмотреть. Я прям ребятам катался, пока с тобой болтаю, им показываю так, чисто катаюсь. Так, у меня осталась последняя машина. Если честно, я что-то не знаю, куда ехать. Где она может быть? Ой, так хуфляднее. Та-та-та-ра-та-ра-та. Может тут что-нибудь? Ну полюбасу козырек-то какой-нибудь, нет? Я не вижу твоей тачки. Ну понимаю. Бывает и такое. Видать кто-то сегодня, ребята, не проснулся у нас. Хешнек, простись. Просто хештек. Проснись и может быть Димка что-нибудь найдет. Но это не точно. Так, времени у нас 7, 42, братан, ты что? Серьезно, как бы нычки вообще несложные. Ну а где? Не знаю, почему ты не можешь найти, но нычки реально несложные. А, нашел последний. Нашел последний у Менсори и Мерседес под козырьком. Все-таки не зря я поехал их смотреть. Отлично. Ты понимаешь, у нас 7 минут, я нашу 8. Ты видишь меня, слышишь? Да в смысле? Я тебе отвечаю, тачки 100% стоят. Но почему ты их не видишь, я не знаю. Ну вот я сейчас рядом с тачкой или нет? Да. Я тебе больше скажу, ты от одной тачки проехал в 3 метрах. И даже не обратил на нее внимания. Это было максимально удивительно. Но факт. Факт остается фактом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ребята, я все нашел. У Димки остается еще минута 40. Я предлагаю за ним всю эту минуту 40 и посмотреть. Ну просто очень горячо. Прям жопа горит. Прям яйца потеют. И ты ее не видишь все равно. Пожарка, что ли? Ты что, ее не видишь? Я что-то удалил в пожарке. Да. Он просто удалил тачку, ребята. Она выпирала прям фарами. В смысле ты ее не видел? Не видел. Понимаю, зачем она так максимально хорошо там стояла, как родная, что ли? Ты прям внимания даже не обратил. Ну окей, ты тачку нашел. Там действительно в пожарке стояла тачка. Если что, рандомно одну заспаунишь. Окей, мне не жалко. Но это максимально прикольно было. Где еще? Ну-ка, давай-ка. Ну вот здесь, где ты стоишь, тоже поблизости где-то есть тачка. То есть прям горячо-горячо. Даже две рядом. В метрах, может, пяти есть друг от друга. Ты что, летаешь? На балкончиках нету ничего. Летать нельзя. Летать нельзя. Девять двадцать прошло. Давай, напрягайся. Напрягайся, напрягайся прям. Прям максимально напрягайся. Ладно, я слежу за тобой прямо с крыши. И что-то... Смотри, что тебе прям максимально все плохо. А, вот. Прям на самом старте. Прям максимально хорошо. Прям максимально не спрятана даже была. Просто надо было в эту подвороте посмотреть. Так, девять сорок четыре, окей. Прям затролли на сегодня жестко. Я смотрю. Хотя, при этом, чтобы ты понимал, я вообще как бы в стандартные места поставил. Я вообще как бы даже не жестил. Девять пятьдесят семь. Пятьдесят восемь. Пятьдесят пятьдесят девять. Может быть. Если честно, сам не помню. Надо будет сейчас зайти в подсказочку посмотреть. Что ж, ребята. Окей. Время у Димки закончилось. Три тачки ты нашел. Давай сразу заспауни одну машинку рандомную. Просто любую. Иди ко мне. Давай. Давай, давай, давай. Просто любую одну рандомную. Ну, чтобы все-таки... Байк? Серьезно? А. Понимаю. Такое себе. Короче, погнали. Погнали, погнали. Это из твоей классики места. Видно земли. Ребятам показывал через телефон. Видно хорошо. Правда, на нее так тень падает, что так. Красная немножко тут в темноте это прячется. Но вот отсюда земли ее видно очень хорошо. То есть даже с телефона можно увеличить. Ну, я понял. Да. Ну, отсюда я не видел. Ну, да. Ну, классическое место. Очень сильно я удивился с пожаркой, что-то я не заметил. Потому что пожарка прям максимально светилась-свертелась. Ну, окей. Неподалеку была еще одна машина. Это, пожалуй, самая жесткая сегодня нычка, которая у меня была. То есть по классике. А, я заезжал на парковку. А, ну, может. То есть по классике спрятал. Тоже ребятам показывал. В ролике все это дело было. Так, погнали дальше. Дальше. Опять-таки классическое место. Про это место ты знаешь. Один раз я именно тебе сюда ставил тачку, но ты не нашел. И что, второй раз ты сегодня не приехал? Вместо-то вообще такое. Незаезженное, как бы говорится. Максимально. Где? Ну, вот, ко мне прыгай прям впритык. Подожди, я тут увидел тачку. Ну, вот он тачку. Стоп, я тут остановился, но я не видел ее в стекле. Понимаю. Я остановился, почему-то, но вот это вот красное я посмотрел на надписи. Понимаю. Так, окей. Следующая тачка тоже максимально изевая. Почему-то ее не нашел. Я вообще в шоке. Но ты, видать, сюда, может, не заехал или не внимания обратил. Ничего не смущает? Ну, как бы, вот, камон. А, стена! Их тут две. Две с двух сторон. Самая изи-тачка в самом начале на старте. А так, что ты еще не нашел? Я на низа не выспался. Да, ты вообще нашел, реально не нашел то, что, как бы, мне кажется, тебе в глаза, ну, должно было в первую очередь броситься. Так, сколько машин я тебе показал? Три ты нашел, четыре или пять я тебе показал. Все верно вроде, да? Короче, ребята, последняя тачка вот где стоит. Но, на самом деле, она не в зоне. Я накосячил мой косяк. Я только сейчас понял, что зону немножко не дотянули. Ладно, давай, заспауни себе еще одну радонную тачку. Мне кажется, так будет честно, потому что оно такое. Давай, абсолютно любую еще одну. Но, в любом случае, ребята, балл за найденные тачки будет за мной, потому что я нашел больше, чем Димка. Так. Да, конечно, ты ее сам заспаунил, потому что у меня такой же чит абсолютно. Давай нормальный рандомный автомобиль. Нет, давай нормальный. Ну, в смысле, не стандартный. Понимаю. Понимаю, это Хонда, ребята. Лучше бы я не спаунил. Лучше бы ты не спаунил, действительно. Что ж, ребята, проведем парочку испытаний. Пока что 1-0. Итак, друзья, дабы не терялся интерес, я решил подобрать испытания по тачке Димона. Потому что тачки что-то у него прям вообще такие есть. Даже из рандома выпали. Дерби. В общем-то, до двух побед. Я удивлен, что ты меня переталкиваешь. Это нехорошо. Ах ты. Ах ты, ах ты. Обманул. Я очень сильно шлифую. Прям жесть. Ёпта. Понимаю. Что-то, мне кажется, я прям вообще взял не самый идеальный выбор. Машина, когда останавливается, она просто зарывается. Ну, я первый. Ты прям вылетел, как, не знаю, машина-парашют. Ладно, ребята, 1-1. Что-то бэха реально попалась какая-то не особо хорошая. Итак, ребята, прыжок вверх. Прыгаем три раза. Задача набрать два очка непосредственно в трех раундах, дабы получить свой балл за испытание. Что-то я прям вообще медленный охренеть. О, господи, ты еще под меня проехал как-то. Я полетел. Да, что-то это максимально странно было. Ну, ты дальше, окей. В первом раунде пока что очко за тобой. Дай очко. Поехали. Мое по себе. Так, что-то прям вообще скулит, а не летит машина. Слушай, отвратительно. Отвратительно, ты серьезно? Ты куда? Я не долетел. Тебя ни разу не зацепило. В общем-то, ты дальше. Это получается, ребята, пока что 2-1 в пользу Димона такое. Итак, ребята, очередное быстрое испытание. Сделаем один круг смерти через ветряки. Задача проехать сюда живым целым здоровым под ветряками. Раз, два, три. Поехали. Ты теперь решил не ехать? Ну, а я приехал. Я приехал. Это так не работает. Это так не работает. Так, ребята, на самом деле у меня чит. Летающий, правда, чит. Но при этом не знаю, что будет. Давайте просто на дурачка. Красиво. Красиво, но последний меня цепанул. Офигеть, я улетел. Вот что значит, ребята, летающий чит. Подожди, я сейчас доеду. О-о-о, я туда же улетел. Ну, кстати, если учесть, что мне пришлось обратно возвращаться, то, может быть, ты там как-то доковырял потихонечку. Но, мне кажется, против чита, конечно, ребята, такое себе. Но неплохой проезд. Очень хорошо получилось. 2-2. И давайте проведем последнее испытание на сегодня. Итак, ребята, съезд с горы Чили. Это очередная дисциплина. Не взял я рейд. Рейд слишком прыгуч. И тут не очень-то хорошо на нем. Раз, два, три. Бентли. Почему-то постоянно маканом хочу называть Бентли. Именно вот этот в обвесах. Они похожи, плюс-минус. Да, они очень сильно похожи. У меня просто все развалилось. Что можно было. Вот теперь оно реально похоже на маканчик какой-то. Так, поехали. Хромированные сидушки сзади какие-то. Багаджик, кстати, очень большой. Чтобы ты понимал, я вообще не еду. Я просто шлифую по склону. Да я за тобой. Я вижу на сонаре. И это плохо. Да, господи, помилуй. Просто офигеть я улетел. Так, хорошо. Я вроде в игре пока. Нифига ты там. Так я тоже. По горам-то скачешь. По горам, по горам. Едет дикий Юрка к нам. Почему-то дикий. Нихера, ты что, мощнее меня хочешь сказать? Вау, это что было? Я только что приземлился передними колесами. И меня в грязи развернуло, понял? И ты на меня еще сверху упал. Подарочек, мать его, принесло. А ты... Я тоже проехал здесь уже. Что в итоге с тобой было тогда, когда ты на меня приземлился? Ты отлетел, что ли? А меня развернуло, развернуло. А, а я раньше, короче, приземлился передней осью. Прямо грязь у меня тоже раскрутило на 360. Что ж, ребята, вот так вот с небольшим отрывом я побеждаю. Но получилась довольно-таки интересная серия. Если вам понравилась задумочка, то давайте наберем 5000 лайков. Обязательно подписывайтесь. И всем хорошего дня. Не забывайте про колокольчик. Пока, ребят.